всем привет это канал криптонист и сегодня у нас завершающее видео о аппаратном кошельке битбокс 02 где я расскажу о чрезвычайных ситуациях поехали и первое самое распространенное забыли пин-код или как в битбокс 02 это пару напомню что в трезер и леджере просто там пин-код там только цифры а в битбоксе можно устанавливать полноценный пароль если вы забыли пароль то у вас нет доступа к приложению битбокс и и соответственно вы не можете сбросить устройство через приложение поэтому у вас есть только один способ очистки и вы очищаете кошелек вводом 10 неправильных пин-кодов я это показывал в видео очистка кошелька и далее восстанавливаете все ваши цифровые деньги через резервную копию это можно сделать как через sd-карту так и через мнемоническую фразу что делать если потеряли резервную копию в виде слов то есть мнемоническую фразу которую вы записывали на бумаге опять же с трезером с леджером и другими кошельками это фатально потому что нельзя ее отобразить заново но с битбоксом все это можно сделать мы можем просто отобразить фразу через приложение битбокс app записать ее заново на бумаге и только после этого уже использовать кошелек я рекомендую чтобы у вас было как можно больше резервных копий особенно если это битбокс 02 то у вас должна быть обязательно резервная копия на бумаге и резервная копия на sd-карте что делать если вы потеряли резервную копию на sd-карте тоже никаких проблем вы можете зайти в приложение битбокс app и в разделе управление резервными копиями вы можете сохранить текущую резервную копию на другой sd-карте что делать если вы потеряли обе резервные копии и на бумаге и на sd-карте на самом деле это уже очень плохая ситуация и в этой ситуации рекомендую не использовать аппаратный кошелек до тех пор пока этот вопрос с резервными копиями не будет решен решается он очень просто так как у вас опять же битбокс 02 вы можете восстановить все ваши резервные копии заходим приложение битбокс app и через показать мнемонический пароль мы записываем резервную копию на бумаге а через раздел управление резервными копиями можем сохранить ее на sd-карте что делать если вы забыли кодовую фразу и здесь единственное решение это вспомнить ее для того чтобы вспомнить выписываем возможную кодовую фразу на word файл до или excel и смотрим в каком символе мы могли допустить ошибку может быть буква w большая была может быть маленькая а может быть мы соседнюю букву имели ввиду то есть мы пытаемся найти какие-то ошибки в фразе и также очень полезно это посмотреть на нашу фразу и отметить в каких буквах мы сто процентов уверены в каких буквах мы не уверены и попробовать перебрать несколько комбинаций если же вы не можете найти ту кодовую фразу которую забыли тогда здесь уже сделать ничего невозможно это то же самое что и потерять сид просто нужно принять этот урок и сделать соответствующие выводы что делать если приложение битбокс не работает или производитель закрылся то есть это очень крайне маловероятный случай но что делать в этом случае как восстановить доступ ко всем своим деньгам дело в том что мнемоническая фраза вот эти 24 слова которые вы записываете на бумаге это стандарт индустрии и многие аппаратные и другие горячие криптовалютные кошельки они поддерживают эти слова это означает что вы можете восстановить все ваши цифровые деньги путем ввода этих слов на аппаратном или горячем кошельке и таким образом получить доступ ко всем своим деньгам спасибо вам за просмотр ставьте лайки нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал если у вас есть вопросы пишите в комментариях это был канал криптонист храните ваши цифровые активы безопасности